Добрый день, дорогие друзья! Город-курорт Анапа. Пляж Видезева в районе выхода со стороны Параллеи. И мы с вами видим, что по состоянию на 28 апреля 2021 года уже выставили и разгородили так называемый загончик. И давайте с вами теперь подумаем, поразмыслим, а плохо это или хорошо. Ну, во-первых, вот смотрите, границы от этого, от этой изгороди, от этой загородки. Там сзади все свободно. И сейчас мы туда дойдем спереди тоже. 20-метровая зона тоже свободная для прохода. Зачем так делают? Многие люди, услышав мнение, то, что это загоны, которые чуть ли не унижают человеческое достоинство и граничивают свободное приближение по пляжу, многие люди могут говорить, что эти загоны, эти ограждения однозначно плохи. Но, ребята, я вам могу так сказать, что есть территории, которые арендуются здравницами, отелями, гостиницами. и вот это мы видим как пример одной из арендованных территорий. И эти гостиницы, они визуально ограждают таким образом свою территорию. Я думаю, что это по большей части делается для людей, которые отдыхают с детьми. Почему? Потому что на входе и выходе стоит дежурный, поверяет, чтобы дети были всегда в сопровождении с родителями. Без сопровождения родителей, без сопровождения взрослых, судя по всему, детей не будет выпускать. И придя на пляж, так могут быть родители, взрослые спокойно за своих детей. Что дети никуда не выбегут и что их потом не придется искать за полкилометра от точки, где остановилась семья. в данном случае. Вот, например, по примеру центрального пляжа, там на многих участках центрального пляжа нет ограждений, а на других участках есть ограждения. По крайней мере, были в прошлом году. И на центральном пляже раз по несколько десятков раз на одном участке центрального пляжа, на каждом участке центрального пляжа по несколько десятков раз в день терялись дети. Ненадолго их потом находили, но проблема была в том, что дети именно терялись. То есть здесь уже таких проблем не будет. Здесь взрослые, здесь родители будут точно знать, где, на каком участке искать своих детей. Я думаю, что очень удобно. И у кого есть дети, я думаю, маленькие дети, я думаю, меня поймут. Ну, а всем тем, кто категорически против каких-то ограждений, загонов, масок, я могу посоветовать начать пользоваться автомобилями без дверей, квартирами без стен, ну и по аналогии дальше, можете сами нафантазировать. Хорошо, друзья, пожалуйста, поддержите это видео лайком. Обязательно, пожалуйста, выскажите свое мнение в комментариях. Нужны такие ограждения на пляжах, либо не нужны. Я думаю, мнение разделится. Хочу выслушать каждое мнение, мнение каждого. Если вам понравилось, то впервые на канале смело подписывайтесь. Будете на связи с любимым Видизио, с любимой Анапой, с любимым Черным морем. Делайте репосты, пусть как можно больше людей узнают о таком вопросе и выскажут свое мнение. Также поэтому. И еще хочу в завершение сказать то, что есть люди, которые приводят в пример отсутствие каких-либо ограждений, заграждений на некоторых пляжах некоторых других стран. Говорят, что типа на тех пляжах вообще полностью заграждения отсутствуют. Но я опять же могу сказать по этому вопросу то, что есть такие пляжи в других странах, вокруг которых установлены только 4-5-звездочные отели. То есть по сути там никто другой со стороны, как вот здесь вот в Видизио в частности, не сможет прийти на эти пляжи, потому что другого жилья там просто не будет. И поэтому тем пляжам за границей, которые лишены ограждений, им нет никакого смысла огораживаться, потому что никто, никто кроме тех людей, которые останавливаются именно в этих 4-5-звездочных дорогих отелях, никто не придет на их пляжи, да? То есть вы понимаете теперь разницу. У нас пока что очень хорошо, что на курорте Напа нет такого, что можно попасть на пляж только если ты 4-5-звездочный отель заехал, да? Я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. Большое разнообразие разных категорий жилья, как говорится, на любой кошелек.